Наверное, да, на этом все. Давай дальше. В следующем слайде. Ну вот, конкретно пример, взятый прямо из RFC по SIP. Слева это заголовок сообщения invite. Справа это пример установления соединения, план передачи данных и завершения. Мы видим, это текстовый заголовок. Первая строка это тип сообщения, invite, приглашение к установке соединения, куда, через какой прокси, кому, от кого, call ID, номер сообщения. Контент тайп это то, что находится в теле, про это мы сейчас не будем. Вот это как бы базовая структура. В принципе, базовый стандарт SIP, вот этот RFC 3261, если не ошибаюсь, он описывает всего 5 SIP сообщений, и поэтому все выглядит очень просто. Проблема с SIP заключается в том, что базовый стандарт написали, там 5 сообщений, и все хорошо. Но, в частности, понятно, что этого мало, к нему стали дописывать дополнения, потом дополнения к дополнениям, и еще дополнения, и еще дополнения, дополнения, дополнения. В итоге, получился не один стандарт, как, например, GSM, где вот все вот и до описано, а получился такой вот набор разнообразных дополнений, которые кто-то реализует, кто-то не реализует. И поэтому, на самом деле, очень много проблем с совместимостью SIP решений. И, в частности, вот EMS, EMS, дополнение тоже достаточно объемное дополнение к стандартному SIP, которое тоже не все одинаково реализуют. Ну вот, что здесь происходит при установке соединения? Значит, слева и справа крайние потоки, мы видим, это Alice и Bob, соответственно, это клиенты. При этом Alice звонит Bobу. Посередине два потока, это два прокси. Обычно, в принципе, SIP все равно, откуда куда звонить. Он может звонить прямой от абонента к абоненту. Но обычно все-таки есть некоторый сервер, который обычно является прокси, и который пересылает через себя SIP-пакеты, при этом, возможно, производя некоторые в них изменения. А может быть, и не производя некоторые изменения. Пробывают разные режимы работы. Соответственно, что происходит? Alice пересылает invite, invite пересылается к следующему прокси, и прокси пересылает invite к Bobу. В обратном направлении, как видно, идет ответ 100, 100 промежуточные ответы, которые просто сообщают о ходе соединения. Потом, когда до Bobа дошла информация, передается сообщение ringing, то есть Bobа звонил телефон, и когда Bob отвечает, сообщение OK, которое подтверждает установку соединения. То есть установка соединения между invite и OK, это подтверждение соединения. После этого посылается OK, потом OK, который окончательно все устанавливает. И начинается медиа сэшн. В медиа сэшн здесь просто написано, не описано подробно, потому что, в принципе, это может быть, как я говорю, что угодно. Обычно это RTP, RTP со звуком, RTP с видео в разных конфигурациях. Заканчивается все сообщением BY. Тот, кто нажимает отбой, посылает сообщение BY, и другая сторона посылает сообщение OK, чтобы подтвердить разрыв связи. Здесь, что интересно, то, что сообщения после установки соединения идут напрямую. Это, опять же, может быть так, может быть не так. То есть есть варианты, когда все сообщения идут через сервер, и стандартно для OpenBTS это как раз та самая конфигурация. То есть все сообщения, как управляющие, так и сообщения, так и потоки данных, все проходят через OpenBTS, через сервер Астериска. Сделано это с целью того, чтобы можно было четче контролировать соединения. В частности, это точный биллинг и возможность не просто установить звонок, а добавить различные сложные приложения, там как Voicemail, различные приглашения и так далее, и так далее. Все это реализуется на сервере, поэтому необходимо, чтобы все соединение проходило через сервер. Но как в самом протоколе СИП это не является обязательным. Как работает OpenBTS? Это пример регистрации абонента. Слева у нас идут сообщения уровней 3. GSM-ы. Справа идут сообщения СИП. OpenBTS посередине. Соответственно, OpenBTS общается с мобильной станцией классическими GSM-ными сообщениями и общается с стороной СИП, СИП-речистри, это база данных регистрации СИП-абонентов, классическими СИП-сообщениями. Здесь, на самом деле, не столь важно понимать, что конкретно написано. Важно, что мобильник запросил сначала установить соединение, потом Location Update Request, собственно говоря, это запрос на регистрацию, либо перерегистрацию абонента, она напрямую транслируется в СИП-сообщение Register. Когда реестр в СИП-сообщает ОК, мобильнику обратно посылается Location Update Accept. Если посылается не ОК, а, например, Reject, 400-е сообщение, например, это, которое говорит, что абонент не найден, то в мобильной станции посылается сообщение Location Update Reject. То есть, все достаточно прозрачно транслируется между двумя системами. Регистри это имеет в виду астериск? Регистри это может быть астериск, а может быть не астериск. У СИП-сообщения очень распределенная... Что-то типа этого, да? Да. Против такой. Да. Дело в том, что в СИПе сделано таким образом, что регистрация может проходить на одном сервере, для установления звонков может использоваться другой сервер. И там, в общем, все очень-очень сильно распределено. Поэтому сервер регистрации и сервер, через который проходят звонки, проксер, собственно говоря, это могут быть в общем случае разные серверы. В данном случае и происходит. Потому что, я про это буду дальше говорить, ОКБТСу недостаточно астериск в качестве реестра абонентов, потому что ему нужно хранить дополнительные данные. Да и как тогда двадцатого театра? А логификация же и самостоятельно. Правильно, я про это позже буду говорить. Собственно, ну, простой ответ такой, что она транслируется в Challenge Response, она встраивается в СИП-сообщение, просто в Хидере, вставляется дополнительное поле, в котором передаются данные, в специальное приложение, которое специфично для ОКБТСа, которое, с одной стороны, выглядит как вполне обычный, вот как раз, регистре, СИП-овский, но в нем есть возможность обработки этого дополнительного поля, в котором передается аутентификация. ТМС-игры производятся? ТМС-игры обрабатываются на уровне самого ОКБТСа, насколько я помню. То есть, я чуть позже, давайте, когда перейдем к структуре ОКБТСа, я просто покажу, какие в нем есть блоки, если напомните вопрос, то я про это расскажу. Хорошо? Так, давай дальше. Вот, чуть более сложно, это, соответственно, звонок с телефона, здесь наоборот, слева у нас СИП-сторона, все линии ОКБТС, справа, handset, соответственно, телефон. Что мы здесь видим? То, что сначала, опять же, устанавливается соединение, GSM, channel request, minute assignment, это вещи, связанные с определением радиоканала, которые не имеют отношения к СИП и вообще локально для БТСа. После этого, когда телефон посылает первое сообщение, которое относится, собственно говоря, к установке соединения, сетап, оно напрямую транслируется в СИП-сообщение invite, которое вы видели в самом начале, это приглашение к установке соединения. Соответственно, СИП-свич, у него там дальше не нарисовано, это он может обрабатывать эти сообщения внутри, если это какой-то, например, там, Music on Hold хочет сыграть нам, либо он может там установить соединение с каким-то другим абонентом, здесь это не показано, важно, что он посылает сообщение в trying, это означает, что он, в принципе, получил request, invite, ringing, когда установлено соединение с удаленной стороной, то есть, когда, например, второй телефон действительно получил звонок, оно передается как ringing, а в GSM обозначается как alerting, собственно говоря, с общениями, время между setup и alerting, телефон обычно либо вообще молчит, либо передает такие звуки, это вот значит, что звонок все еще устанавливается между setup и alerting, в СИПе между invite и ringing, после этого пошли гудки, после ringing или alerting в GSM, начались гудки, когда тот абонент с другой стороны нажимает ответить, посылается окей, если он нажимает не ответить, а, например, сбросить, то посылается, здесь не помню, какая-то конкретная ошибка, но какая-то посылается, иначе сообщение окей транслируется напрямую в GSM-сообщение connect. Дальше начинается, собственно говоря, связь. То есть, опять же видно, что OpenBTS является очень тонкой прослойкой между классическим GSM-ом и вполне классическим СИП-ом с минимальными изменениями на уровне базовой станции. Значит, фактически, если смотреть по уровням протоколов, OpenBTS реализует все уровни протокола GSM вплоть до L3, что включает в себя в классическом GSM-е реализацию BTS и BSC. То есть, в одном приложении реализованы функции и BTS, и частично функции BSC, частично, до уровня L3. После L3 все транслируется на пьемую в СИП, и функции выше L3 уже нет. Я про это говорил уже в прошлый раз, что почему выше L3 не смотрим, потому что оно все не нужно, в OpenBTS этого просто нет. Вопрос. А где происходит переход с Е164-м нумерацией на имси? По-хорошему геонармингу... В астериске. В регистре. В СИП-регистре. Я потом про это тоже могу рассказать. Очень позже я расскажу. То есть, OpenBTS про Е164-минга Е164-минга эти наши классические, которые там плюс 7, плюс 915, и так далее, он вообще про них ничего не знает. Для него существует только МС. Как классические контроли. Да. Он рамокоперирует исключительно ЕМСи, вся адресация логического уровня по Е164-минга происходит в астериске, либо в фрисвиче, либо в общем, неважно, как она эта программа, главное, что она происходит на уровне СИПа, вот в СИП-свиче. СИП-регистре, СИП-свиче, на том уровне она происходит. Я ответил на вопрос. Так. А еще можно вопрос? Да. А опять эфирную скрывание? Она реализована в OpenBTS, она еще не реализована, но вот там скоро будет реализована напрямую в BTS, потому что она и в самом G7 реализуется прямо в BTS, то есть даже не в BSC, а напрямую в BTS. Это у нас, да, проблема как раз с отрезацией GSM с ключами. Да. То есть она реализована на уровне BTS и здесь в сеть уже все дешифрованное, как мы в прошлый раз это обсуждали, что после BTS в классическом GSM уже все данные не зашифрованы, поэтому OpenBTS здесь просто работает как прозрачная передача. Да, собственно, голосовой трафик упаковывается в RTP-пакеты более-менее стандартным образом, то есть кодекс GSM в данный момент поддерживается только Full Rate, он стандартизован, его упаковка в RTP стандартизована IETF-ом, то есть она упаковывается, она передается по стандарту, астеристик ее понимает, передает дальше. Сейчас есть порывы реализовать остальные кодеки стандартные GSM, то есть это Half Rate, HANSAT Full Rate и AMR, но это пока на уровне обсуждений. Еще вопрос. Вопрос из кодеки от iPhone, то есть когда выводится труба между двумя трубками и обе трубки выводятся на одни кодеки, есть GSM-ная рекомендация по передаче минуты расходера? Он не чуть-чуть так держится. То есть, еще раз, OpenBTS в данный момент берет просто бинарный блок, к нему приходит пакет GSM Full Rate 20 байт что ли, я не помню. 20 байт получает, он просто приделывает к ним заголовок RTP и отправляет в сеть. Дальше астериск по умолчанию тоже не производит транскодирование, если у него со собой одинаковые кодеки, они одинаковые там же GSM и тот же GSM. Соответственно, оно просто проходит без какого-то трогания через астериск, возвращается в другой OpenBTS либо в тот же точно так же блогом достается из RTP и передается в радиоинтерфейс. То есть вообще никакого изменения не происходит. Но в принципе астериск может это делать, например. Либо фрисвич, либо что там можно использовать. Он может его декодировать, перекодировать во что-то другое, что-то изменить, добавить и отправить измененное. По умолчине этого не происходит. То есть я понимаю, что там в стандартном GSM есть специальный сервер, который называется TRAO. Соответственно, это сервер, который отвечает за перекодирование кодеков, за согласование кодеков с двух сторон и согласование размера потока практически то же самое, что и в кодеке. В большей части случаев. В OpenBTS функцию TRAO выполняет опять же SIP-часть. То есть OpenBTS ничего не трогает. Взял, запаковал, направил дальше. Так. Давайте следующий может еще не знаю. Вопрос был мой. Есть GSM-ские расширения, которые позволяют обнаруживать, даже если у нас звонок пошел через CDN, позволяют обнаруживать, что на двух концах мобильные вещи выключается 16-битный канал через даже серенную сеть. Сейчас. Я не очень понял вопрос. Я знаю, что есть этот самый CSD. Про CSD речь идет? Если речь про CSD, то CSD не реализован. CSD это самый первый способ передачи данных в GSM. Фактически это модемное соединение. То есть вместо передачи это то же самое, что звонок от абонента к абоненту, только вместо голоса передаются любые данные. При этом сеть гарантирует, что данные не будут изменены по ходу дела. То есть они как раз минуют все перекодирование. CSD не реализовано в МБТСе, потому что никому это вообще не нужно. У него есть до сих специфические применения, в частности звонки зашифрованные. То есть есть такие криптофоны называемые, которые обеспечивают сквозное шифрование связи от мобильника до мобильника. Они как раз работают по CSD. Они устанавливают это модернное соединение используют кодек, немножко сильнее сжимает, чем стандартное GSM, потому что туда можно запихнуть что-то. Может, даже такое достаточно шифрование не добавляет информации. Правильно? И они внутри телефона голос шифруется и отправляется в это модернное point-to-point соединение уже зашифрованное. С ее стороны расшифровывается и передается. То есть это единственное внятное применение CSD, которое я знаю в данный момент. Ну и в общем достаточно узкое мнение, очевидно. Это никому не реализовано. А в следующем же, да? Вот, отлично. Посылка смс-телефон. Надо сказать, что передача сообщений текстовых в SIP это тоже расширение. Она не входит в стандартный пакет SIP есть такое расширение, которое называется simple SIP instant messaging and presence location ничего не помню. В общем, суть в том, что это расширение, которое добавляет presence и instant messaging в протокол SIP. Оно в первую очередь добавляет сообщение message, которое обычное SIP сообщение, но в теле у него просто передается текст. В общем, все очень просто. При этом надо понимать, что протокол simple, он в отличие от, например, XMPP, в народе известного как Jabber, и других протоколов, он полностью stateless. То есть, в этом смысле он очень близок к смсу. То есть, ты посылаешь сообщение, получаешь окей в ответ, здесь видно message, ok, message, ok, все, после этого связь фактически разорвана. То есть, не устанавливается сессия. В XMPP ты подключаешься к серверу, у тебя постоянно есть канал с сервером, по которому уходят сообщения. Здесь такого нету. Здесь ты послал сообщение, получил окей, все, на этом связь закончен. Следующее сообщение это отдельный message, отдельный ok. Они между собой никакой образом не связаны. А вот этот ok, он что значит? Означает, что та сторона приняла сообщение доставлено от другой стороны. Значит, ok, сейчас я объясню, как раз хотел про это рассказать. Дело в том, что ok, вообще-то говоря, означает, что сообщение получено с сервера. Соответственно, оно не говорит о том, что сообщение доставлено абонентом. То есть, если между тобой и абонентом находится сервер, то получение тобой окей не означает, что сообщение действительно дошло до второго абонента. Потому что там может быть разрыв связи и сервер просто получил сообщение, посмотрел, что того абонента нет, и выбросил его. Поэтому вводится такая специальная вещь, как store and forward server. Соответственно, то, что здесь называется SMQ, оно расшифровывается как short message queue очередь. Это сервер, который занимается тем, что он получает сообщения и хранит их до тех пор, пока не сможет доставить до второго абонента. Это вот, кто знает, как устроен смс-центр в GSM, это вот абсолютно идентичная ситуация. А в message передается информация о том, сколько времени пытаться доставлять? В message она не передается, в данном случае она конфигурируется просто в message. Для всех message одинаково, да? Ну, сейчас. Окей. Немножко глубже рассказывал. Значит, как это устроено в данный момент? В данный момент OpenBTS, опять же, сам OpenBTS, исполнение файла OpenBTS, он не расшифровывает смс. Он получает смс по бинарный блок, он засовывает его в message в качестве телосообщения и отсылает в SMQ. на этом его функция заканчивается. В ответ на окей он посылает на мобильник как ясеринова, посылает в так называемый RPA, который говорит мобильнику, что сервер принял смс. То есть, получается, что не только текст сообщения, но и все заголовки передаются в SMQ. Тогда SMQ может сам изымать всю информацию. В данный момент он, насколько я помню, не делает, просто потому, что не делает. Но ничего не мешает его раскопываться, информацию достать и использовать. В данный момент нет. В данный момент ситуация выглядит следующим образом. SMQ был написан очень уважаемым человеком, но был написан в таком стиле, что поддерживать его совершенно невозможно. То есть, на самом деле, функцию переноса бинарных данных из законов BTS в SMQ я делал лично, то есть, я реализовывал. До этого он BTS сам расшифровал сообщения и посылал в SMQ уже расшифрованное сообщение. Тут возникали проблемы с кодировками. Потому что, понятно, что мы все поддерживали, в частности, русские и смски просто не расшифровались. Я, честно говоря, там намучился крайне врядом. И поэтому... Смв входит в пакет. Это отдельное приложение, но оно входит в пакет. В OpenPTS это пакет приложений. В нем есть отдельный исполняемый файл OpenBTS, но в целом, когда я говорю, это пакет. И поэтому сейчас есть у авторов OpenPTS большое желание его просто с нуля переписать с использованием более красивой модульной архитектуры с целью того, чтобы обеспечить внешние интерфейсы. Это и с MPP в первую очередь, и HTTP, потому что удобно. Потому что многие... Есть множество сервисов, которые предоставляют посылку смс через интернет пошли. Такой еще большой вопрос. Может быть, наоборот, не наименчение стоит. Интеграция OpenBTS с OpenSGSM или Mossman SGSM? Окей, давай в конце. Время останется. Поговорим-ка. У SSD как накладывается? Да, USSD. Я здесь про него вообще не говорю. В данный момент USSD у нас полностью реализован в OpenBTS, что есть нарушение идеи того, что там нет ничего выше L3. Но опять же, значит, в будущем, скорее всего, это будет вынесено в отдельное предложение типа SMQ, которое будет выполнять функции верхних уровней USSD. И оно сейчас USSD, насколько я помню, у нас какими внешними интерфейсами? Ну, они пока не до конца. Ну, HTTP у них и там есть. А, то есть, стандартное мы просто не сделали, потому что не было заинтересованных в принципе. Это как бы мы разрабатывали, поэтому... Ну, фактически это вот ваняется. Поэтому, когда появятся люди заинтересованные в этом, это, в принципе, дописывается достаточно быстро. Да, то есть, зависит просто от того, сложный тот протокол, который... То есть, на уровне OpenBTS это готово. Вопрос, что нужно как бы на внешнем уровне? Какая будет задача? Если она появится реальная, то... несложными усилиями это все делается. Так, с этим, наверное, все. Давай к следующему слайду. Значит, собственно говоря, как устроен OpenBTS? Еще раз, чтобы все абсолютно точно уложилось, что вот эта вот штука посередине колбаса это железо OpenBTS на так нарисовано. Вряд если честно из видео OpenBTS соответственно, оно говорит с телефоном по протоколу U, это радиоинтерфейс, оно общается с компьютером по некоторому там протоколу это либо USB, либо Ethernet, есть написано USB, потому что классическое железо для OpenBTS это USB 1, который по USB общивается. Но это как бы не обязательно. Соответственно, на машине работают все эти приложения OpenBTS и дальше уже снаружи выходит чистый SIP, который может обговорить либо с астериском, либо с фрисвичом, либо с какими-то еще серверами SIP. Просто почему я говорю про астериски, про фрисвич, потому что астериск это стандартная АТС, которая поддерживается OpenBTS изначально и поддерживается авторами OpenBTS. Фрисвич поддерживается группой энтузиастов из университета Беркли. Соответственно, тоже в принципе работает. Они говорят, что у них все работает. Я сам не тестировал, потому что с фрисвичом никогда не работал. А, MySQL зачем? MySQL значит, в нем хранится информация сейчас расскажу вам, зачем нам нужна MySQL. В данном случае на самом деле там даже эта картинка не совсем верная. В данный момент там используется SPUILAR. но в общем-то что мастер скрывает все достаточно просто. сейчас Asterisk работает в режиме так называемого Real-Time Configuration, что не имеет отношения к Real-Time системам, а говорит только о том, что его конфигурация хранится не в текстовых файлах, а в базе данных. Соответственно, ее можно менять в реальном времени, то есть без перезагрузки Asterisk. Для этого здесь нависована база данных. То есть в этой базе данных хранится как раз к ней обращается Asterisk, с одной стороны, с другой стороны, к ней обращается от регистре, который достает из нее дополнительную информацию о EMC и ключах и так далее. Можно добавлять абонентов, удалять абонентов в полной переконфигурации без перезагрузки Asterisk, потому что в первых версиях Asterisk я про это буду говорить, там все хранилось в текстовых файлах, и чтобы добавить абонентов нужно было перезагрузить Asterisk, что крайне неудобно в вашей системе приемлемо. Планет переключено здесь? Вот, здесь более подробно нарисовано, уже без компьютеров, просто все как есть. Соответственно, сверху опять это железка, дальше мы идем трансивер, это приложение уже на компьютере работающее, которое общается с железом и выполняет часть функции L1, конкретно она выполняет выравнивание канала, демодуляцию, соответственно, и после этого она и разбивает на таймслоты. Эти таймслоты уже идут по UDP локально, то есть по localhost уходит UDP, который от трансивера в OpenBTS посылает таймслоты демодулированные, насколько я помню. Соответственно, OpenBTS берет демодулированные таймслоты, уже проводит декодирование в Viterbi и дальше собственно производит всю высокоуровневую обработку и интеграцию с текстов. Почему выделен трансивер отдельно и почему по UDP многие люди спрашивают. Опять же, по причинам лицензионного плана. Первая идея, что железо может быть разное и хочется иметь возможность менять железо, не меняя OpenBTS, поэтому есть спецификация на протокол между трансивером и OpenBTS, которую ты можешь написать свой трансивер или модифицировать существующий и общаться с BTS без изменения. Второе лицензионное принесение дело в том, что трансивер изначально использовал библиотеку LibUSRP, которая имеет лицензию GPL V3. Соответственно, весь оригинальный трансивер выпущен по лицензии GPL V3, потому что это вирусная лицензия, что оригинальным авторам OpenBTS естественно не нравится, потому что у них цели вполне коммерческие и они сам OpenBTS выпускают под коммерческой лицензией закрытой и им не нужно, чтобы была лицензионная связь между этими двумя положениями. Дальше. Да, собственно говоря, в последней версии OpenBTS лежит старый трансивер, рядом с ним лежит трансивер, который RANGE Network переписывает полностью с нуля, чтобы боились независимые ограничения со своим железом. Вот такая история. Значит, дальше у нас идет собственно говоря soft switch SIP, который обеспечивает установление звонков SMQ, как я говорил, обеспечивает работу с SMS-ками, и subscriber registry это положение, которое собственно говоря, выполняет функции HLR со стороны GSM-а и выполняет функции базы данных пользователей registry со стороны SIP-а. То есть она вот поэтому связана и с соцсвищом, и с BTS-ом. Такая вещь, которая транслирует GSM-ный мир в SIP-ный мир со стороны аутентификации пользователей и хранения информации о пользователях. Ну и дальше соответственно уже IP-недер-интерфейс и это уже сеть наружу. А где интересная картинка? Соцсвитч. А они пора, да, все остальное тоже. Да. Значит, здесь, скажем так, это логические кубики, да? Да, это логические кубики. Собственно, кубики, они для себя магические. Здесь каждый кубик это, ну, там это железо, а вот эти четыре кубика это отдельные приложения. То есть четыре кубика транссивера, OBS, subscriber registry и SMQ это просто отдельные исполненные файлы. Поэтому они имеют в отдельные кубики. И они теоретически могут находиться на разных хорбах. Но обычно радио радио транссивера с ОМБТС находится на одном косте. Обычно, как бы, хотя никто не мешает перенести. А subscriber registry обычно находится на одном сервере с астериском, потому что им рядышком они в одну базу данных смотрят. SMQ ну как придется в общем-то. Кому как. Я понимаю, что это все сделано, чтобы показать варианты масштабирования. Ну, просто прям сейчас так сделано. Просто мы прям сейчас так сделано, так есть. Ты когда будешь собирать OpenBTS, ты увидишь четыре исполняемого файла. Раз, два, три, четыре. УССД где? Что? УССД где сплеток? УССД оно здесь нарисовано, оно в OpenBTS напрямую находится. Там, насколько я понимаю, сейчас идея в том, что мы это делали для ветки 2.6, она еще в ветку 2.8 не интегрирована. Интегрирована? Интегрирована? А, нет, 2.8 нет. 2.8 она не интегрирована. И поэтому на вот этой схеме она просто отсутствует, потому что надо там... А она гарантированно будет интегрирована? Ну, как у нас время появится? Ей ничего не мешает с технической точки зрения. А? Ну, скорее всего, да, опять же. Если никто не возьмется, там, не знаю, там, в принципе, перенос 2.6 на 2.8 на уровне УССД он крайне простой. Банальная работа с патчами и исправление минимальных психотических таких, поискотических изменений она не требует большого ума. Просто, опять же, никому это сейчас не нужно, поэтому не нужно. Но я думаю, что если наша инсталляция на Майоте, на острове Майоте пойдет, то там будет можно... А там вообще большая инсталляция? Нет, небольшая, потому что сервер... сам остров небольшой. Там весь остров это 200 тысяч человек и как раз около 200 квадратных километров. Это, в общем, город. Областной центр, районный центр Московской области. Хорошо, а когда несколько, даже каких-то выше, они каким образом здесь добавляются? Значит, как они здесь добавляются? Собственно говоря, Asterisk 1, Subscriber Registry 1, SMQ 1. Комптс много. Да, важный момент, который может быть не очевиден из этого рисунка. Но, как я показывал, Asterisk является прозрачной трансляцией между GSM и SIP он не вносит ничего своего туда. Соответственно, он абсолютно не виден с точки зрения логической сети. С точки зрения сервера каждый мобильник это отдельный клиент SIP. Отдельный UA. User Agent в SIP так называемый. Соответственно, OpenBTS он просто с точки зрения сети это как бы еще одно много, с которой идет много запросов на регистрацию, много звонков. хендовер в данный момент активный в режиме звонка, он не реализован. Мы сейчас ищем человека, который бы взялся это сделать, потому что наших не хватает. Надо найти человека, который тут заняться. каждый базовый станций это лаки шнери обновление. Каждый BTS это лаки шнери. То есть фейджинг идет в пределах BTS. когда нужно сделать фейджинг, то астериск знает, где последний раз видели этого абонента, потому что у него хранится запись о регистрации. У него хранится запись о регистрации, он знает, что даже не знает, ни о каких локейшн ариях, но знает, что с IP-шника такого-то последний раз была регистрация. Но IP-шник такой-то это значит конкретно OpenBTS. Он посылает на конкретный OpenBTS запрос на звонок. OpenBTS понимает, что раз запрос на звонок, то нужно сначала абонента найти, то есть нужен пейджинг, он производит пейджинг и уже остановит соединение. Вот такая система. какая будет радио часть в том проекте планируется? В том проекте планируется очень интересно, потому что человек, который эту сеть строит, он относится к ней как к экспериментальной площадке, поэтому он хочет попробовать все, что можно. ее пока никакой нет. Нет, он тем не менее финансирует нашу разработку нашей радиочасти, которую мы сейчас делаем, и планируется, что большая часть инсталляции будет использованием нашего железа. продажа там есть моменты, в которых ему может быть выгоднее купить бушную симонсовскую BDS, но с большим количеством передачи, это воткнуть. Но большая часть инсталляции будет в процессе решаться. Здесь будут сделаться эксперименты. Я хочу сказать, что в данный момент путь развития конкретного проекта Майот таков, что сейчас Харальд заканчивает интеграцию BDS и BSC это опенсорсный проект, который реализует BSC, как мне трудно догадаться, а также MSC, HLR, VLR, AUG и всю классическую сеть GSM Аккорда. Чтобы сделать интеграцию с другими стандартами. Да, соответственно, проект OpenBSC шел другим путем, чем OpenBTS. Его идея изначально была в том, что они разобрали реверс-инженерировали протокол IP Access NanoBTS и стали писать софт, который NanoBTS это просто BTS, она тупая. Они стали писать софт, который позволит эту BTS реально использовать в каких-то инсталляциях. постепенно, так как все больше и больше, они написали большую часть порной сети. Поверху UTP выкладывают с CP Orion вперед. То есть это честный стэк, только DZ вместо MTP выкладывают Connection Less на IP. Но в общем там есть свои особенности. честно говоря, отбирающе не разговаривающе. Просто по декорам писал. И Балстериск сразу работает. В общем идея в том, что они просто реализовали классические GSM опорную сеть и использовали существующие BTS. OpenBTS они сделали наоборот. Они реализовали классические BTS и перекинули его в SIP. Просто разные совершенно были подходы. И в данном вполне очевидно, что если взять OpenBTS и из него реализацию BTS, взять OpenBSC и из него реализацию опорной сети, состыковав их, мы можем получить абсолютно классическую полноценную GSM сеть. Как она в учебнике написана. Что сейчас и делается конкретно в течение месяца эта работа будет закончена. Я думаю, что... На стрим пойдет? Будет проект? Или это просто какие-то скрипты? Нет, это будут не скрипты, это будут патчи. Я потом буду рассказывать про разные ветки развития OpenBSC, как минимум в открытую ветку OpenBSC оно войдет. Потом не будет просто рассинконидаем? Нет, не будет. А OpenBSC? входит в пакет в пакет OpenBSC. Название плохое. Вы назвали OpenBSC, когда там был только BSC. Сейчас там уже туда они уже и Osmo BTS туда написали. Собственно говоря, одна ветка развития OpenBSC. Они покупают аемные BTS у которых L1 реализован в виде блога бинарного и они L2 и L3 они реализовали. Соответственно, в OpenBSC на самом деле даже есть уже реализация части BTS L2 и L3 там уже уровни реализованы. И как раз стык с OpenBS будет проходить на грани L1 и L2. То есть большая часть OpenBSC просто будет выкинута и будет реализация уровня L1. И как раз идея в том, что OpenBSC он более в нем больше возможностей он более готов к применению потому что в нем есть Endover в нем больше поддержки кодеков в нем есть Endover в нем есть шифрования пока нету в нем есть аутентификация классическая в общем в нем есть интересные возможности по тому что можно делать такие частично локальные АТС когда часть звонков от части абонентов они идут внутри внутри соты например ставится сота в какое-то помещение в там не знаю либо это удаленное какое-то место на какими-то трудниках либо внутри компании ставится и все звонки которые внутри они не выходят наружу просто так просто дешевле получается соответственно компании могут достать более дешевые бесплатные тарифы звонки которые наверх уже далеко они действительно ротятся далеко не выход наружу по управлению звонки не выход наружу имеется в виду RTP трафик не выходит сигнал сигнал сигнализации сигнализации тоже не это локальная сотовая связь локальная абсолютно локальная если обрезать ей линк который может быть спутниковый ей ничего не станет если у них реализованы и MSC и HR то тогда им ничего не нужно больше я честно говорю этой части не очень разбираюсь потому что классический GSM опорная сеть я с ним не работал я кое-что знаю но работал с ним крайне мало надеюсь в следующий год немножко поднаверстать в этой области хотим здесь завести собственно на BTS небольшой дальнейшая интеграция с СИПом внешним будет планироваться после объединения еще раз вот это объединение с ОКОМ BSC это просто еще одна возможность проекта то что я рассказывал он все останется и будет жить это все будет но там будет добавлен просто переключатель который говорит что при компиляции с ключом таким-то оно будет линковаться не с вот этой частью OpenBTS а вот этой части OpenBTS и у тебя будет исполнительный файл который будет работать с OpenBTS для работы с классическими интерфейсами телекоммуникационными есть программное обеспечение Linux Call Router которое реализует все SS7 и SDN оно стандартно реализует и в нем как раз весь роутинг происходит линукс линукс коль роутер не может пропиетар как называется проектов как называется проектов linux call router lcr ну как бы это игра правдоработающий правдоработающий то есть что могу сказать что последние три года на всех немецких европейских крупных хакерских мероприятиях разворачивается сеть на как раз OpenBS и она она роутится как раз Linux Call Router я так понимаю что там не очень сильная интеграция со внешними сетями банки наружу работают но они по SS7 не движутся или да в компонске по SDN я честно не знаю что они там не арендуют но что-то типа того может быть на сотню тысячи оппонентов не масштабируется я не знаю просто не знаю но несколько тысяч обслуживает точно на на кэпе летом было 3000 подписчиков интеграция я знаю что оно SDN точно поддерживает больше сказать ничего не могу потому что не моя область надо смотреть и скайп все через скайп ничем с как работать отлично ну не на то чтобы отлично нет там не через скайп там все как это хардкорно сделал настоящий переключи на все числа помотай еще ну собственно мы про это уже поговорили еще помотай еще еще это части окон без вас и свечи он не входит собственно пакет пить с но предполагается что у вас он есть на машине с мгл али это лови это насилие говорили запуска говорили в последней версии компетесса появился сервер это протокол радио ресурс локейшн протокол который позволяет найти местоположение абонента этот протокол создан в первую очередь для того чтобы официально создан для того чтобы в случае случайных ситуаций в случае если абонент звонит 911 в Америке можно было сразу же где он находится ему не нужно было описывать где он тут визуально и все операторы американские обязаны поддерживать протокол РЛП и все телефоны которые официально продаются в Америке обязаны поддерживать протокол РЛП и обеспечивать определение местоположения телефона по запросу базовой станции без всякого вопроса пользователя на работе каком-то у него есть три принципа работы в стандарте прописано три способа работы первый способ работы сейчас просто GPS если у тебя включен GPS то он просто знает где ты находишься и он просто отдает твои корзинаты даже если он не включен он его включит и определит второй режим работы это то что называется assisted GPS когда от базовой станции передается дополнительная информация которая помогает ему мгновенно найти спутники и определить местоположение чуть больше погрешность гораздо быстрее станции нет обычно GPS когда ты его включаешь он долго долго ищет спутники чтобы этого не делать есть ассисты GPS которые что делать еще раз он передает дополнительную информацию то есть он уже знает координаты базовой станции то есть мы придаем координаты базовой станции третий способ чисто по базовой станции без GPS я просто хочу понять что в втором случае спутники используются непосредственно с моим аппаратом они используются потом когда они уже до стартуют он переходит с GPS там есть хитрый режим я вот честно говоря не помню какой либо про GPS говорим либо про третий мобильный телефон может вообще не содержать в себе полноценного GPS модуля что он делает ему базовая станция говорит тебе в такой момент времени нужно произвести запись на данной частоте и послать ее мне все соответственно телефон делает ту запись какой-то минимальный процессинг производится на телефоне после этого эти данные передаются на базовую станцию базовая станция уже по этим данным знает свое местоположение знает все что необходимо определяет местоположение телефона то есть сам телефон даже не определяет он сам не знает где он находится просто ему говорят запиши данные в такой частоте на которой находится GPS сигнал и все так оно работает такой хитрый режим работы который достаточно нетривиален а прямо сейчас через API не дает ничего не есть аппаратная начинка в телефоне она дает но это подозревает если у меня в телефоне стоит какой-то хитрый заспуфанный GPS модуль который отдает явно левые координаты то это все корректно прокандится а третий способ есть налогище который использует это по-моему есть надо смотреть я просто честно очень мало смотрел телефон одновременно может знать информацию о нескольких базовых станциях или сигнал вот этот способ не используется когда например а он очень не точный ну как плюс-минус пятьдесят метров может быть сто пятьдесят метров так называемая навигация в андроиде как раз так и работает? нет есть некоторые нохии которые это используют но они знают просто где вышки и вай-фай в частности используют замеряют сигналы поставляют отправляют все запросы без вай-фая это уже работает там очень большую радость действия коммерческие без решений нескольких вендов может быть я просто это не моя область я так знаю то что тут находился по верхам есть телефоны есть gps которые работают яндекс-карты это есть собственно у меня такой телефон как правило пределы есть про это можно посчитать на реке осмахома так как там ребята больше заморочены за безопасности и приватности и нанимности то там достаточно грамотно описывают все эти режимы как они работают у каждой влоге есть пост в котором он пишет что типа ни хрена себе как оно работает я тут разобрался в котором он подробно описывает есть телефоны более объект да так как в Америке это просто законодательно установлено можно с ним можно с ним приехать можно с ним приехать они проводили эксперименты на европейских на европейских конференциях от 30 до 80 процентов телефонов были разные статистика от 30 до 80 процентов телефонов на этой системе вопрос такой а запрос что какая сущность он приходит с вышки есть сервер который нет есть какой-то сервер который посылает от бтс вышки запрос знает что ты имей или имей точнее однишник пользователя находится в зоне действия вышки возвращается там фактически он во время осуществления вызова это всегда на самом деле заранее вопрос отдает он всегда в момент восстановления коммутации канала в общем это система она работает только в рамках связи между вышкой и бэкэндом которые в том контексте спрашивают могут ли сети разные передавать запросы если например один оператор он может получить информацию а абонент который теоретически нет практически я думаю если там в конверте у нас в стране запрещено разрешено узнавать местоположение абонента по его высокому не я не в контексте в техническом от того запрещено у нас в россии есть с подтверждением в без подтверждения все работают без проблем стоит 1 доллар за границей оператор сдает наши запрещено смысл в том что если подключаешься в определенной точке все операторы могут знать не простые доступны да просто есть готовые сайты которые реально работают под СССР 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 я понимаю они за границей регистрируются как МВНО и получают после этого доступа к этой информации через МАК да совершенно может когда ты тебя становишься для безопасников или для безопасников мне очень интересно немножко шокирующий для людей да за 10 долларов мы примерно узнаем плюс-минус со вся отмена в день да прошу да все благословение облегчение банков в день 1.1 да чтоб меня вовремя часть операторов за границей в частности получают эти услуги для антифрода например банкоматов то есть параллельно с совершением транзакции в банкомате когда приходит СССР они параллельно пробивают находится ли этот абонент плюс-минус банкомата или нет у нас есть интересная тема шикально такая же схема работает в волмарте то есть например по договоренности с оператором если ты находишься в волмарте и делаешь бестбай напомню сайт любимый ну что-то типа прайсов нашего все же сейчас умные приходят в волмарт фотографируют бестбай штрих-код все пошло соответственно у них есть договоренность что на территории магазина б бестбай будет отдавать специально сделан ответ ничуть да плохие ну что бы не так дорогим казалось интересная тема в общем есть поле для исследования значит то о чем я уже упоминал это разные ветки развития есть три вида в данный момент и диком виде там не диком называется коммерческая версия собственно есть коммерческая версия которая развивается в компании Range Networks есть публичная версия которая является обрезанной версией обрезанной коммерческой версии от Range Networks есть вот я называю open версия в противовес public в народе известная как OpenBTS UHD по исторически сложившимся причинам которая в данный момент поддерживается с Томасом Цзу из Virginia Tech которая является по сути публичной версией плюс наработками от Community которые которые в частности мы сейчас работаем на GPRS GPRS почти реализован в коммерческой версии но они говорят что публичную версию выложим когда-нибудь неизвестно когда и в общем непонятно публичную получается только для чтения сейчас расскажу идея в том что некоторые фичи из Open версии будут дублировать в коммерческой версии но по-другому часть фич из Open версии не присутствует в коммерческой версии потому что она не нужна например интеграция с платами вот эту с Research с USRP она из коммерческой версии удалена в данный момент и фактически поддерживается комьюнити значит сейчас по поводу паблик версии и Open версии там были было очень много споров там народ очень агрессивно высказывался что там собаки страшные значит комьюнити обманываете и вообще нехорошо себя ведете и Дэвид Бёржес который значит основатель Rage Networks и SEO в данный момент Rage Networks он стал предоставлять доступ к паблик версии в том числе на запись там подписываешь бумажку определенную и те предоставляют доступ на запись вот пока что не очень понятно как оно там будет существовать дальше то есть скорее всего все равно Open версия будет существовать отдельно потому что никаких бумажек подписывать не нужно на джетхапе все лежит в общем все просто удобно и никакого геморроя легального то есть она будет то что называется трекинг делать паблик версии то есть все что есть паблик версии будет в открытой версии по сути будет подпортироваться вот ну да некоторые фичи из Open версии могут подпортироваться в публичную версию паблик версия выпускается в основном под лицензии аджи паблик версия выпускается в основном под лицензии аджи они в коммерческом не смогут ну им нужно будет подписывать соглашение с автором чтобы получить запись полноценную права записи публичную версию можно отдать права клаб подписать copyright license assignment хотя опять же там это не всегда и так потому что Томас Цзю он написал интеграцию с платами с новыми и он не подписывал клан вот ему в качестве исключения дали права на запись публичную версию там сейчас очень такая политика идет которая там еще полгода будет наверное стаканиваться и пока непонятно как она будет может ей по три до соответственно идея в том что коммерческая версия она проприетарная они даже своим клиентам не всегда предоставляют все исходные коды в этом смысле тут очень такая странная получилась ситуация что они начинали полностью консорсный проект в какой-то момент они ушли к продачу blackbox в чёрных ящик в чёрных ящиках тут трудно в очередь раунц но начиналась она как два человека то есть это Дэвид Бёрджес и Харвард Самра написали 90% всего кода плюс они ну у них был еще человек которого они просто наняли по контракту который написал сип-часть потому что они GSM-ники сами исторически сип-часть для них как бы это было нечто много они наняли человека которым сип-часть написал а сейчас я не знаю сколько у них человек в компании но как минимум у них еще есть продажник то есть это 10-100 тысяч ну то есть ну предел 200 человек ну скорее меньше продажник у них точно есть там по-моему еще один то-есть или два какие-то программисты если я не уверен особо не пишет информация вот соответственно рекомендуется для экспериментов брать open-версию потому что она наиболее из доступных версий она наиболее полнофункциональная то есть она как я говорил это паблик версия плюс дополнительные фичи которые в нее добавлены вот и она поддерживается Thomas Anzou Thomas Anzou человек отзывчивый и очень такой активные и в этом смысле всегда поможет там если что-то кардинально не работает какие-то баги поэтому все растет вот и то что мы делаем оно как раз будет туда интегрироваться так давай следующий слайд значит в данный момент вхождение имеется две версии обмптс это версия 2.6 и 2.8 2.6 это та версия которая существовала последние наверное года полтора точно которая которая изначально как они разрабатывали они тестировали она заточена под десктопные системы то есть она хорошо интрируется с этусовскими платами она все хранит в текстовых файлах ее там легко компилируется легко запускается все все такое проще вот версия 2.8 это аналог кастрированной версии коммерческой 2.8 и она уже заточена более под промышленное применение как я говорил там все хранится в базах данных вплоть до конфигурации самого BTS то есть конфигурация BTS хранится в базе данных скверлайтной а не в текстовых файлах под нее нужен специальный Asterix поддержка SQLite и так далее и так далее она такая более конфигурируемая но с ней более полнофункциональная но с ней есть некоторые проблемы поэтому некоторые почитают все еще работают с 2.6 потому что это просто проще но тем не менее подход 2.8 он дальше будет развиваться в этом направлении если хочется полноценно работать то надо работать с 2.8 собственно RLP появилась полноценно только в 2.8 в 2.6 была возможность посылать запросы RLP которые сгенерированы заранее то есть ты любым способом генерировал бинарный запрос ты его посовывал в BTS он его посылал а в 2.8 появился сервер который умеет делать я честно говоря с ним ни разу не работал знаю что он там есть он там лежит но по функциям даже меня не спрашивайте я бы ни разу не запускал кто-то хочет запустить расскажите что там так ну это наверное все ну это я уже говорил что вся конфигурация хранится в SQLite как OpenBTS конфигурация асист в SQLite сбрасывается статистика по подключениям соответственно туда сбрасывать информацию в частности по качеству сигнала это можно потом обрабатывать использовать для какой-то в качестве статистической информации плюс это впоследствии можно использовать как раз для хендовера то есть можно обращаться к базе данных в которой гранится текущая информация по уровню сигнала абонентов информацию доставать и на основе этой информации производить лендовер абонентов от одной базовой станции в другую базовую станцию вот значит поддержка RLK появилась и теперь он в сироге пишет все слова в 26 он писал в текущую директорию чтобы было очень удобно для отладки потому что все всегда в одной директории конфигурация была тут же блоги были тут же всего одна директория 28 конфиги лежат в одной директории в базе данных блоги пишутся все слов в другое место все по файловой системе разбросано не так удобно для разработки но более удобно для промышленной системы ну кажется совсем все ну да тут еще ссылки да полезная информация потому что опять же сейчас немножко такой процесс перехода от одной вики в другую вики происходит и люди путаются где искать информацию есть так называемые старые вики на сайте вну радио там информация по 26 и очень много просто полезной информации соответственно ее рекомендуется посмотреть прочитать если хотите работать там много чего интересно сейчас появилась вот эта вот вики по 2.8 которая лучше интегрирована с коммерческими версиями range networks и в ней вся информация по 2.8 хранится о том как ее собирать в частности и постепенно предполагается что информация со старой вики будет перенесена в новую но пока что далеко не так и рекомендуется читать обе вики эта информация на самом деле в данный момент практически не пересекается между ними на новой вики лежит мноу который я очень настоятельно всем рекомендую кто хочет с ОПО БТС работать либо иметь представление там отличное введение в то какие стандарты нужно читать в то как происходит соединение в то как ОПО БТС устроен в общем достаточно грамотно но который я всем настоятельно рекомендую на него есть ссылка на новый вики в самом низу страница здесь я его привел просто для справки на самом деле можно успевательно новую вики проматывайте быстро и ссылку можно скачать вот так да на этом совсем окончательно конец значит если были какие-то вопросы которые мы уже обсудили интеграцию с ОПО БСС интеграцию с ОПО БСС 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 он в какой-то момент осознал что название ОПО БСС очень сильно мешает пониманию что это такое поэтому они придумали звоночный бренд ОСМО КОМ ОСМО КОМ и все их проекты сейчас постепенно все новые проекты сразу называются ОСМО что-нибудь а старые проекты постепенно ОПО БСС ОПО БСС есть у них ОСМО СГС это новое название для ОПО БСС на старого постепенно видимо ОПО БСС тоже там будет в какой-то момент переименована на сайте уже ОСМО КОМа живет давным-давно но просто само название проекта сохранено видимо просто потому что вокруг него столько всего накручено что бренд менять не хочется вот значит интеграция с ГЛИСН это как раз то про что мне говорит это часть которая отвечает за джипс ну вот работает именно что работает да работает пока что не работает но только-только вот джипс отдачного даже еще ну как бы суть в том что нет это все на уровне на самом деле ситуация такая что ОСМО СГСН он реализован но мы реализуем именно для ОПО БТС взаимодействие да взаимодействие мы реализуем реализацию в ОПО БТС но естественно взаимодействовать мы не будем писать свой СГСН сервер зачем он нам нужен когда он уже написан просто будем взаимодействовать с ними то есть мы сейчас в ОПО БТС фактически реализуем то что называется там это самое PCU Packet Control Unit который там пристроен на картинке к BSC вот и вот всю такую часть реализуем которая до до СГСН вот и вывоз таковаться с это наш подход к реализации GPRS я подозреваю что реализация GPRS которая сделается коммерческой она но тем не менее там главное нам сейчас на самом деле реализовать нижнюю часть дальше дальше уже можно будет с RBS в принципе можно location update по датам канала но это пока далекое будущее то есть дальше полгода мы будем реализовать просто базовую функциональность которая через полгода приходите планируется выбрать семинар непосредственно с участием следующий семинар как раз планируется что достанем железо кто хочет может прийти с ноутбуками и будем смотреть уже как оно работает реально следующий вторник да телефон у нас все телефоны есть я думаю что телефоны у всех есть про какую новое железо говорили какие-то разработки что-то отличное от USRP да отличное это USRP оно разрабатывается непосредственно нами в России но производиться будет скорее всего не в России оно заточено специально под промышленное применение то есть USRP штука классная но ее не поставишь на вышку она не предназначена для таких вещей то есть она как по депутационным характеристикам хотя достаточно качественно сделанная вещь все-таки не совсем и во-вторых она в текущей конфигурации в текущей версии не удовлетворяется спецификациям GSM по радиочасти то есть она работает но пройти сертификацию ты с ней не сможешь это будет открытая железка? да собственно идея была в том что именно сделать полностью открытую железку потому что закрытых железок уже и без нас много тут просто уже смешно что-то делать еще закрытое потому что тысяча один китайцы уже клепают такие железки и соревноваться с ними более достаточно 4,5 млн 1 миллион да мы планируем как раз с китайцами работать и поэтому точно миллион 1 будет открытая железка в Россию не знаю я уже говорил в прошлый раз что есть надежда что мы сертифицируем в России и если будет нам интерес со стороны наших операторов он сейчас он есть посмотрим сохранится ли он дальше вот такая вещь да значит я писал что еще поговорим про сборку но это наверное лучше отдельно с теми кто хочет конкретно собрать просто поговорить я покажу какой гид планировать как собирать что можно брать может далеко не всем интересно вот и значит кто хочет приходите без ноутбуков просто посмотрите как оно работает кто хочет приходите с ноутбуками потестируем в следующий раз уже с жилец у нас два первых есть соответственно два раза можно будет запустить одновременно любые любые со временем с саж будет не идея в том что То есть, если вы хотите на собственном ноуте запустить BTS, то вы можете прийти со своим ноутом, со своими Ubuntu. Может проще виртуал производить и всё равно дать? Да, при USP. Если пробросить виртуалку, как показала практика, это довольно фигловое решение с точки зрения... Реал-тайм виртуалку, она не совсем реал-тайм, GSM. Идея в том, что это SDR, понимаешь? Тут даже не полосы делают, это SDR. В нём вся цифровая обработка происходит на центральном процессоре. И она должна быть реал-тайм. А Live CD какой-то есть? Мне не смешно, есть Live CD, но с очень старой версией Home BTS. У нас на самом деле стоит целая пачка компов, на которых хватающих ничего не заинсталивать. Да, все вот эти компы, на самом деле. Можно на них быстро поставить какой-нибудь Devian, все их подсоединить в сетку и склоняться. Выдать доступ ко всем желающим. На самом деле, вот туда мы сегодня моргнули Ubuntu. Я думаю, что мы действительно на одной машине просто поднимем BTS для тела, кто хочет просить Сашу поиграться. А кто хочет, может со своими ноутбуками приезжать, если Ubuntu стоит. В принципе, любой Linux подходит. Со Ubuntu уже всё знакомо. Соответственно, на всё, я думаю, мы завершаем. Тем, кто хочет поговорить про сборку, останьтесь, я вам расскажу, как это делать. Всё. Просто у нас пожертвования не собирали, в этот раз желающие могут оставить пожертвования. В эту коробочку. Из-под ESR. Всё. Редактор субтитров А.Семкин. Продолжение следует...